Вопрос о строительстве на месте дома-амфитеатра надо рассмотреть с точки зрения градостроительства. Я могу прокомментировать. С точки зрения градостроительства на настоящее время выдано разрешение на строительство. Процент застройки земельного участка практически весь участок будет застроен. Парковочные места и карманы предусмотрены непонятно по каким нормативам. Их очень мало. Вы понимаете, на этом углу дома, на этом углу Первой Рыбной и Вознесенской, то есть парковочных карманов и мест для парковки очень мало. Подземный паркинг не планируется. Ну, по крайней мере, по той информации, о которой все обладали. Выдало разрешение на строительство наш уважаемый Василий Дмитриевич Гончаров. Постановление и все остальные документы готовила наша многоуважаемая Инга Викторовна Бадзюк. А что там будет строиться? Торговый комплекс. Насколько он велик? Достаточно велик. Там участок, если я не ошибаюсь, порядка 12 соток, 10 соток участок. Я точно сейчас площадь вам участка не скажу. Ну, три этажа. И этот трехэтажный торговый комплекс займет практически весь вот этот участок? Займет практически весь участок, да. То есть, я так предполагаю, под 2000 квадратов, может быть, даже 2500 квадратов. Поточнее можно уточнить в администрации. Но, смотрите, безобразие вот в чем. На наш взгляд, на взгляд депутатской комиссии по градостроительству. В том, что администрация применяет двойные стандарты. Объясню. В настоящее время генплан города не утвержден. Более того, проект генерального плана города, главой города Гончаровым, отозван из Совета депутатов. То есть, сначала он внес нам его, и через две недели отозвал. Внес перед Новым годом, 31 числа, а числа 14-15 января отозвал его. То же самое с правилами землепользования и застройки. Если не сказать хуже. Правила землепользования и застройки были разработаны еще в конце 2011 года. Мы в 2011 году выделяли, на бюджет 2011 года выделяли деньги на разработку правил землепользования и застройки. В 2012 году они были разработаны. Хорошо ли, плохо ли, но это тот документ, который регламентирует градостроительство у нас в городе. То есть, это этажность, высотность, процент застройки участков. Соответственно, нормативы, сколько парковочных мест должно быть в тех или иных случаях и так далее. То есть, без этого документа градостроительство может вестись по двойным стандартам или тройным. То есть, для кого-то это стандарты советские по градостроительству, имеется в виду наличие, например, парковочных мест. Для кого-то это более современные, а для кого-то это вообще не стандарты. Вы понимаете, про что я говорю? А цифры можете назвать примерно? Ну, например, значит, вот в том варианте проекта правил землепользования и застройки, который поступал в Совет депутатов в конце 2012 года, было 80 квадратных метров на одно машиноместо. Мы, депутатская комиссия, отработали еще в 2013 году, к лету, у нас к июню, был согласованный депутатами проект правил землепользования и застройки. Мы исправили очень много ляпов, неточностей и так далее. Конечно, можно сказать, что документ был несовершенен, но действительно он был несовершенен. Я не говорю о том, что депутаты исправили все ляпы, неточности и так далее, но исправили очень много, порядка 60 замечаний мы на проект правил землепользования и застройки внесли. Более того, администрация не захотела их исправлять, ну, потому что, понимаете, это какой-то конкурс, надо играть новый. То есть, это же не администрация исправляет, а подрядная организация и так далее. Это все какие-то затраты. Но, на самом деле, я могу вам сказать, что это все, вот, если было бы желание, можно все это исправить. Депутатская комиссия отработала. И мы, наш исправленный вариант, отправили в администрацию на согласование. У нас была предварительная договоренность о том, что в августе месяце администрация нам согласует, посмотрит, что мы исправили, и вернет нам его в Совет для того, чтобы мы его утвердили. То есть, мы планировали утвердить его еще в прошлом составе Совета депутатов. Однако, с июля месяца, вот уже февраль, 2014 года, правила землепользования и застройки, проект правил землепользования и застройки, к нам в Совет депутатов не поступил. И поэтому можно говорить о том, что можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. В свое время Тарас Григорьевич Шевченко говорил хорошо про это. Ты только дай и прямо в рай, хоть и родню всю забирай. Так вот, про нормативы. 80 квадратных метров в том проекте, варианте было. А мы усилили их и решили сделать, чтобы больше парковочных мест было. То есть, 40 квадратных метров на одно машиноместо. Это правильно. Надо, необходимо строить с использованием современных технологий и подземные паркинги, подземные гаражи, и надземные, и стоянки, и парковки, и многоуровневые, и так далее. Это все не проблема. Для этого необходима лишь воля тех людей, которые в нашем городе отвечают за градостроительство. А именно, это Бадзюк Инга Викторовна, ну и, конечно, это Гончаров Василий Дмитриевич. Без этих документов, повторюсь, в городе можно применять двойные стандарты. Одному можно на 100 квадратных метров, одно парковочное место, другому можно 17 этажей строить, а не 9. Мы, кстати, в нашем варианте проекта правил землепользовательной застройки ограничили этажность 9, а не 17. Это тоже существенное. Вот такая ситуация сложная. И из-за того, что нет этих документов, они не приняты, возможно, применение вот этих всех стандартов, о которых я говорю, и вот такая вот хаотичная и точечная застройка в нашем городе. Та же самая ситуация связана с охранными зонами Лавры. То есть, для одних охранные зоны есть, для других охранных зон нет. Приказы Росохранкультуры для одних действуют, для других не действуют. Но мы могли обойти вот эту вот коллизию с приказом Росохранкультуры. То есть, все знают, да, коллизию? Коллизия, она в чем заключается? В 11-м году расформировали Росохранкультуру. В феврале. А в апреле вышел этот приказ об утверждении охранных зон. Он не был опубликован и не был зарегистрирован Минюстом. Поэтому говорить о том, что с юридической точки зрения он действует, неправильно. Он может действовать с моральной точки зрения. Действительно, охранные зоны нам в городе нужны. Но есть юридическая точка зрения. А чтобы не ждать, пока Министерство культуры утвердит, ну новое созданное Министерство культуры, которому передали полномочия Росохранкультуры и так далее, утвердит вот эти охранные зоны в установленном законном порядке. То есть, опубликуют их, зарегистрируют в Минюсте и так далее. Мы предлагали в правилах землепользования и застройки, там эти зоны все указаны. И регламенты для них градостроительные точно так же все четко указаны. Понимаете? То есть, там четко указано, вот в этой зоне можно строить. И что можно строить? В этой зоне нельзя строить. В этой зоне регламент 8 метров. В этой зоне 15 метров по высоте. В этой зоне столько-то парковочных мест. В этой зоне столько-то парковочных мест. Процент застройки участка в этой зоне 50%, в этой зоне 70%, а в этой 30%. То есть таким образом мы бы сделали охранные зоны действующими и законными. И всем предпринимателям и жителям нашего города стало бы от этого легче. Появился бы документ, который бы регламентировал строительство в нашем городе. Это правило землепользовательной застройки. В настоящее время этого документа нет. Он канул в лето. Точнее, в чьи-то бюрократические столы попал. И назад в Совет депутатов нам его не дают, чтобы мы его утвердили. Неважно. Сейчас уже речь стоит о том, чтобы вообще его хотя бы принять. Пусть даже в старом варианте. Давайте мы его примем. А потом будем дорабатывать, вносить изменения. Хотя бы так. Но это позволит каким-то образом регламентировать градостроительную деятельность в нашем городе. До настоящего времени градостроительная деятельность в нашем городе не регламентирована. На все вопросы, запросы, жителей, депутатов, значит, следует ответ. Если вам не нравится, вы можете обращаться в суд. Это неправильно. Так не должно быть.